Шалям, дорогие друзья! Сегодня 26 марта 2024 года. Тема к молитве о нашем приближении к Богу сегодня называется «Хеврон» или «Подарок от Бога». Книга Иисуса Навина, 14 глава, 14 стих. Таким образом, Хеврон остался уделом Халева, сына Иефониена, кенезианина, до сего дня за то, что он в точности последовал по велению Господа, Бога Израилева. Мы любим подарки. Подарки бывают разные. И поводы для дарения, ну и для получения подарков тоже бывают разные. Бог любит делать подарки людям. Очень часто Он делает это без всяких на то видимых причин и оснований. Но нередко Бог одаривает своих людей из-за особой их заслуги перед небом. Иногда Господь Бог даже задает прямой вопрос человеку, которого желает благословить. «Проси, что мне дать тебе?» Вторая книга про Липоменон, 1.7. Однако у Бога бывают и необычные подарки для людей, такие, например, как тот, которым был вознагражден Халев, сын Иефониен, за то, что он, как сказано, в точности последовал по велению Господа, Бога Израилева. Халев не получил Хеврон, который в то время населяли Великаной, очищенным от его обитателей. Халеву предстояло завоевать Божий подарок, выгнав сынов Янаковых. Халеву предстояло штурмовать Хеврон, вести осадные работы для того, чтобы завладеть этим подарком. И это при том, что подарок этот, как было подчеркнуто, был наградой Халеву от Господа за то, что он в точности последовал по велению Господа. Такие, так сказать, подарки мы привыкли считать не даром, но тем, что заработано собственным трудом и потом. Но Халев, человек веры, видит в Хевроне именно вознаграждение. Он обращается с просьбой к Иисусу Навину, вождю Израиля. «Дай мне сию гору, о которой говорил Господь в тот день. Ибо ты и слышал в тот день, что там живут сыны Янаковой, и города у них большие и укрепленные. Может быть, Господь будет со мною, и я изгоню их, как говорил Господь». 14 глава Иисуса Навина, 12 стих. «Зачем мне нужен такой дар?» – скорее всего спросит обычный человек. «Станет ли человек просить в награду за свои заслуги новой проблемой, над которыми ему нужно ломать голову?» Однако для людей верой, так сказать, хевроны не являются проблемой. Также и Израиль в целом, пройдя пустыню, не смотрел на Ханаан как на проблему, хотя Израиле предстояло получить обетованную, то есть обещанную землю в наследие, завоевывая ее. Для них земля обетованная никогда не была проблемой, но благословением, землей вожделенной. А сам процесс овладения подарком рассматривается людьми верой, как распаковывание подарка. Некто выразился очень точно. Когда Бог посылает нам подарок, Он заворачивает его в проблему. И чем больше та проблема, в которую завернут подарок, тем больше сам подарок. Мы даже видим во втором псалме, что Господь призывает того, кого Он родил и помазал, просить у Него подобного рода подарки. «Проси у Меня и дам народы в наследие Тебе, и пределы земли во владение Тебе». Второй псалом, восьмой стих. Но ведь получить от Бога в наследие народы и пределы земли во владение, чтобы пасти эти народы – это означает в реальности заботиться об этих народах, решать их проблемы и трудности, входить в их конфликты, примиряя между собой враждующих, постоянно сносить их ропот и недовольство и т.д. и т.п. Не тяжелейше ли это бремя? Но Господь говорит, «Проси у Меня, и Я дам Тебе». Многим из нас это непонятно. А зачем? Быть может, спросим и мы. Но когда человек, приближаясь к Богу, все больше преобразуется обновлением ума и обретает небесный образ мыслей, у него меняется отношение к жизни, в том числе и к ее трудностям. Слово Божие утверждает, что жизнь во Христе – это величайший подарок человеку от Бога. Правда, некоторые из обладателей этого дара сосредоточены на обертке и не видят подарка. Они только и говорят о том, как трудна жизнь в Боге. Естественно, что люди с таким отношением к подаркам Божьим никогда не будут просить себе в дар хевронов. Но по мере того, как эти же люди обретают образ мыслей праведников, то есть людей верой, у них меняется и отношение к жизни в целом во всех различных ее проявлениях. Чем ближе человек к Богу, тем более он воспринимает жизнь во Христе Иисусе как Божий дар, как ценнейший подарок от Него. Такого человека не отпугивают те проблемы и обертки, в которые он упакован, ни необходимость брать штурмом хеврон, ни процесс завоевания землеобетованной. Подобно халеву, он с убежденностью исповедует, сколько тогда было у меня силой, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить и входить. Близкий к Богу человек полон решимости, засучив рукава осваивать жизнь во Христе, открывая для себя несметное ее богатство. Он никогда не останавливается в своем приближении к Богу, но, взирая на проблемы, на пути к Божьим вершинам, взывает к Богу «Дай мне сию гору». Итак, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Послание Иакова, 4 глава, 8 стих. Продолжение следует...